МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Набрал высоту и скорость, но через 23 минуты начал падать и пропал с радаров. Сегодня о годовщине катастрофы российского А-321 вспоминает в России и Египте и озвучивает новые анонсы, когда возобновится авиасообщение между странами. Подозрительно мало вопросов об уже принятых решениях экономить на льготах и подозрительно много гипотетических предложений, как навести элементарный порядок или устроить общественный контроль каждого министерства. Сегодня бюджет области на 2017 год прошел так называемые нулевые публичные слушания. Появились шансы, что путепровод в чистые пруды достроят в срок. В региональное министерство транспорта пришло письмо из Москвы. В наш адрес запланированы федеральные трансферты на 600 миллионов рублей. Власти определились с названием сквера на перекрестке Карла Маркса и профсоюзной за наименование голосовали, напомним, жители города. Столько лет, столько лет, где тебя носило. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Семичасовое прослушивание ради места в полуфинале. В выходные состоялся долгожданный кастинг на новое шоу «Звезда караоке». О главных событиях понедельника 31 октября расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Панекаровских. Здравствуйте. Набрал высоту и скорость, но через 23 минуты начал падать и пропал с радаров. Сегодня о годовщине катастрофы российского А321 вспоминает в России и Египте. Поехать в Ленинградскую область, где сегодня был установлен закладной камень будущего мемориала, брат погибшей Кирово-Чепчанки не смог, но с теми, кто потерял родных и близких, в той авиакатастрофе постоянно на связи. Подробности в сюжете. Самолет взлетает над аэропортом Шарм-эль-Шейха. Самый опасный момент набора высоты пройден. Борт выходит на крейсерский эшелон, набирает скорость. А через 23 минуты А321 стремительно начинает терять высоту и пропадает с экранов радаров. В Питерском Полково на табло еще долго висит надпись «Рейс задерживается». Встречащие до последнего надеются, что все хорошо. Ночью сегодня я им сказала, что я буду ушла к вам, позвоните, я заеду. Звонка нет. Они ночью написали мне в 005. Окей, все. Больше я ничего не знаю. Я приехала встречать. В это время египетские спасатели уже на пути в пустыню, где штопором упал самолет чуть позже. Про А321 все телеканалы планеты скажут «Потерпел крушение». Еще через длительное время официальная власть озвучит «Это был теракт». Взрывное устройство сработало в багажном отсеке. Из-за взрыва оторвался хвост. Дальше извлечение тел. Их транспортировка в Россию – тяжелейшее опознание. Слезы рекой льются у петербургского городского морга. Где-то среди толпы уроженцы Кирова-Чепецка. Виталий Подлевских вместе с мамой из отпуска в Петербург тем рейсом летела его сестра Мария. Вот она. Буквально перед самым вылетом выложила свой, получается, последний фотоотчет об отдыхе на Красном море. Виталий и тогда, и спустя год не хочет общаться с журналистами. Разве что по телефону рассказал, что сегодня навестили могилу сестры в Чепецке. Снова плакали и еще не смирились. Семьи, которые потеряли в той авиакатастрофе близких, теперь, как одна большая семья, постоянно на связи. Акции памяти всех погибших на борту самолета А321 год назад проходили, кажется, в каждом городе России. Люди запускали в небо фонарики, устраивали массовые минуты молчания. Несколько сотен человек собрались и в Кирове. 2 ноября в 8 вечера у вечного огня они зажгли несколько сотен свечей. Но сегодня, в годовщину авиакатастрофы над Синаем, здесь тихо. Дело в том, что основное место встречи всех тех, кто потерял родных, блеских, просто неравнодушных и скорбящих, сегодня открыто в Ленинградской области. Во Всеволжском районе установлен закладной камень будущего мемориала «Сад памяти». К будущему мемориалу люди несут цветы и детские игрушки. Так, каждый из них, говорит, никто из 224 пассажиров рейса не будет забыт. Сегодня и в Кировском турагентстве на обеде просмотр документального фильма «Последний взлет», снятого в Петербурге об одном из тех, кто потерял в авиакатастрофе целую семью, но не отчаялся и продолжает жить дальше. А туристические потоки вообще говорят вещь упрямая. Если бы открыли снова египетские направления, полетели бы и так же активно, как и раньше. Цену и качество даже спустя год мало кто из теплых стран смог повторить. В списке наиболее излюбленных по-прежнему Турция и Тунис. В этом году «Большой поток» направился еще в Краснодарский край и Крым. Наши граждане привыкли. Привыкли к Турции, привыкли к Египту, привыкли к системе «Все включено». Привыкли к тому, что есть отели, привыкли к тому, что есть и санузлы, и рестораны, и пляжи, и шезлонги, и зонтики. Все-все-все, все это есть. И когда приезжают на наш юг и ждут того же самого, и не получают, и умом понимают, что заплатили деньги ничуть не меньше, чем они заплатили бы за Турцию, за Египет, а сервиса такого не получают, ну, конечно, очень-очень все это грустно. Переговоры первых лиц государств России и Египта о возобновлении направлений, вспоминает Елена, кажется, не прекращались со дня трагедии. Были и многочисленные требования к особой безопасности, и даже создание отдельной, совместной с Египтом авиакомпании. Но полеты на Красное море, где все включено, до сих пор под запретом. Впрочем, в новых анонсах специалисты ссылаются уже на конец 2016 года. Артем Панекаровских, Никита Рябинков, информационный канал «Город». На удивление, мало интереса к уже принятым решениям экономить на льготах, но много предложений, как навести элементарный порядок. Сегодня бюджет области на 2017 год прошел так называемые нулевые, публичные слушания. В начале заседания в Рио губернатора Игорь Васильев снова обозначил всю сложность ситуации и про бюджетную дыру почти в 10 миллиардов рублей, и про временный запрет брать новые кредиты, и вынужденный шаг впервые за многие годы сработать в ноль без дефицита. Более-менее ощутимого роста экономики специалисты ждут только к 2019 году, а пока ставку делают на участие в госпрограммах и на федеральное финансирование. Некоторые замечают, что ставка чрезмерно большая. Если округлить из 45 миллиардов, 20 киров хочет получить из Москвы. Вопросы членам правительства поступили от профсоюза учителей на фоне придания адресности компенсациям и льготам. Те выразили опасение, что коснется и сельских учителей. Следом прозвучало предложение от Олега Казаковцева сконцентрироваться лучше на собираемости налогов или на более качественном распределении средств, или заставить контролировать каждое министерство общественные советы. Об этом общественник Лев Саламатов. У нас при каждом министерстве в Кировском правительстве общественные советы созданы. Фактически они, эти общественные советы, не работают и не выполняют функции общественного контроля. В Рио губернатор пообещал, что предложения будут учтены в работе, но призвал все-таки задумываться больше не о расходах бюджета, а о доходах. Сам в Рио губернатор Игорь Васильев после заседания заявил, что ждал большей активности в зале. Я думаю, что все объединения промышленников, предпринимателей, различные профессиональные сообщества, мнения профсоюза, еще смогут высказать свою точку зрения. А сегодня состоялся такой, достаточно, на мой взгляд, профессиональный, спокойный диалог об основных параметрах бюджета, об основных точках роста, об основных направлениях развития. Конечно, в этом году можно заложить только подходы и достичь таких первых, знаете, ощутимых результатов. А вообще это такая постоянная работа, результаты которой должны нарастать. Игорь Васильев выразил уверенность, что замечания и предложения по бюджету еще будут высказаны и на личных приемах, в письмах и в ЗАГС собрании. Бюджет на 2017 год должен будет пройти три чтения в областной думе. Ближайшее пленарное заседание назначено на конец ноября. Киров, скорее всего, получит деньги и на ремонт дорог. Сегодня стало известно, что наш город попал в список тех, кто получит помощь из федерального бюджета. Киров участвовал в конкурсе Министерства транспорта. Вероятно, речь идет о проектах по ремонту и развитию городских дорог. И теперь наш город может рассчитывать на помощь в размере 800 миллионов рублей. Помимо Кирова, деньги пойдут на ремонт дорог крупных населенных пунктов в радиусе 50 километров. Часть денег могут направить в Слободской и Кирово-Чепецк. Власти определились с названием сквера на перекрестке Карла Маркса и профсоюзной за наименование голосовали, напомним, жители города. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Путепровод «Чистые пруды» возможно достроить в срок. В региональное министерство транспорта пришло письмо из Москвы. В 2017 году в наш адрес запланированы федеральные трансферы на 600 миллионов рублей. Напомним, что несколько месяцев назад строительство дороги было прекращено из-за отсутствия денег. Напомним, что общая стоимость проекта почти 3 миллиарда рублей. По контракту строительство должно быть завершено в октябре 2018 года. На две недели за ремонтных работ ограничат движение по улице Грибоедова. Запрет касается только нечетной стороны дороги. Работы по прокладке водопровода начнутся 1 ноября. Власти определились с названием сквера на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной. Он будет носить имя «Сквер трудовой славы». Именно так захотели его назвать большинство кировчан, которые принимали участие в голосовании. Сквер уже внесен в городской реестр. Эта рабочая неделя будет короткой. 4 ноября в России празднуют День народного единства. Кировчане вместе со всей страной будут работать с понедельника по четверг, а пятница станет выходным днем. День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Казьми Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 1 ноября в филармонии с большим сольным концертом выступит Петр Дранго. Артист представит свою новую сольную программу «Про любовь». Вместе с ним на сцену выйдут профессиональные музыканты. Начало концерта в 18.00. Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Не смог выбраться из кабины. Один человек погиб в аварии под Орловом. Самое резонансное происшествие дня в специальной рубрике. Сегодня аэропорт Победилова впервые принял борт саратовских авиалиний. С этого дня из Кирова в Москву можно улететь примерно за 4 тысячи рублей. Столько лет, столько лет мне тебя носило. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Семи-часовое прослушивание ради места в полуфинале. В выходные состоялся долгожданный кастинг на новое шоу «Звезда караоке». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Один человек погиб в ДТП под Орловом. Там мужчина за рулем трактора съехал в пруд. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла в субботу в селе Чудиново. 54-летний водитель трактора МТЗ-80, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание в пруд и погиб. По факту происшествия идет проверка. Решаются вопросы возбуждения уголовного дела. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении директора Киров «Торчер Мед» плюс Дмитрия Бычужанина. По данным следствия, обвиняемый дал указание своим работникам слить 6 тонн химических отходов в канаву между деревнями Лихачи и Счастливцевы в Ленинском районе Кирова. В водителя поймали с поличным сотрудники местной агрофирмы. Впоследствии был задержан и его начальник. Снимал обвинение из-за того, что я ее набил как-то. Он уехал там, где в районе дурнический волн. Сейчас уголовное дело в отношении вычужанина направлено в прокуратуру. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. В Вересниках на улице Ключевой местные жители отмечали Хэллоуин. Пешеходы решили поиграть с пьяным водителем внедорожников в догонялки. Однако все закончилось конфликтом. Как выяснилось, на этой машине уже катался пьяный водитель. В августе Владимир Шишкин не мог найти парковочное место и его задержали сотрудники ДПС. После этого он потерял ключи от машины. Как выяснилось, это было его повторное нарушение, за которое полагается уголовная ответственность. Последний рабочий день на посту гендиректора и встреча нового авиаперевозчика. Сегодня аэропорт Победилово впервые принял борт саратовских авиалиний. С этого дня из Кирова в Москву и обратно можно будет улететь еще одним рейсом. Появление нового перевозчика в сторону Домодедова администрация аэропорта объясняет большим спросом на это направление. Кроме саратовских авиалиний в Москву из Победилова летает Победа и Руслайн. Загруженность самолета всегда хорошая. Цены на билеты у нового перевозчика в одно направление в районе 3,5 тысяч рублей. В зависимости от класса обслуживания есть социальный тариф. И это, пожалуй, будут последние изменения в расписании рейсов в Победилово на зимний период. Так получилось, что встреча борта нового авиаперевозчика в Победилово совпала с последним рабочим днем генерального директора аэропорта. Андрей Жданов сказал, что покидает пост в связи с окончанием срока трудового договора. Имя нового гендиректора пока неизвестно. Ожидается, что во вторник коллективу его представит министр транспорта Сергей Мышногорский. Киров можно назвать одним из самых поющих городов страны. В минувшие выходные прошел долгожданный кастинг в новое шоу первого городского канала «Звезда караоке». Проявить свои вокальные данные пришли больше 80 участников прослушивания. В первый в городе вокальный проект шло 7 часов. Было так весело, что уже выступившие не расходились по домам, а становились зрителями и поддерживали своих конкурентов. Пели все от организаторов и съемочной группы до членов жюри и работников развлекательного центра, в котором проходил конкурс. Пели на русском, английском и даже немецком. Все подробности у журналиста и администратора проекта Юлии Косолаповой. Мы ждали этого целый месяц и наконец-то кастинг на шоу «Звезда караоке» состоялся. Как вы видите, за моей спиной практически нет свободного места, ведь только за один час на шоу зарегистрировалось 79 человек. Кастинг был объявлен в 12 часов дня. К этому времени участников собралось несколько десятков. Шли профессиональные музыканты, любители, поклонники караоке и даже те, кто поет исключительно дома перед зеркалом. К часу дня количество претендентов перевалило за 80. Для того, чтобы попасть на прослушивание, стоило только выучить песню и заполнить анкету. Никаких взносов, участие абсолютно бесплатное. Иван Шалашов попал в первую десятку прослушиваемых участников. Монтажник-высотник по профессии обожает петь в караоке. В основном в его репертуаре песни Арии. Однако на кастинг он выбрал мелодичный трек Элвиса Пресли. Когда в первый раз запел, не помнит, верит лишь рассказам родителей. Когда меня успокаивали, мне ставили музыку. Я начал подпевать. У Ивана нет музыкального образования. В общем, на кастинге людей с опытом оказалось не так и много. В первую очередь шли действительно фанаты караоке. Вот и песни звучали соответствующие. Бухгалтер, Я люблю тебя до слез, Орликина Пугачевой, Шопен Ванги. Пели участники и на английском. А вот Ольга Малышева своим вокалом затмила половину участников. Соловей, мой соловей, голосистый соловей. Каждый участник старался, чтобы запомнили не только его вокал, но и внешний вид. Тематических костюмов, отметим, было немного. В основном участники шли в вечерних платьях и строгих костюмах. Один из гостей не постеснялся и взял гитару. Как бы члены жюри не желали дослушать каждого до конца, часто прерывать выступающих им приходилось на полкуплете. Слишком много претендентов. Впрочем, были и те номера, которые встречались шквалом аплодисментов. Около семи часов прослушивания и съемочного процесса. Все это время с перерывом на подышать в свежем воздухе и попить воды работали члены жюри. Среди них профессиональные музыканты. Павел Сибиряков, фронтпенд, группа парк имени Кирова. И Дарья Мальцева, создательница коллектива «Диско-кэтс». Ну, честно говоря, вот сейчас даже происходят трудности, потому что нужно выбрать определенное количество участников, а их либо больше, либо меньше, либо там, а может вот это, а этого. Этот вот тоже вот вроде неплохо пел, а вот это может пел не очень, а личность яркая, что будет классно смотреться и может дальше он себя проявит как-то с новой стороны. По результатам кастинга выберут только 20 человек. Для них конкурс продолжается. Впереди съемки, репетиции и полуфиналы программы. До финального шоу дойдут лишь пять. Кто попадет в программу, узнаем уже 13 ноября. В этот день не пропустите первый эфир новой музыкальной программы на Первом городском. Звезда каралки. Столько лет, столько лет, мне тебя носило. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Юлия Косылапова, Александр Рожков, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноза «Погода на завтра» с Нивы спознакомит Алена Матвеева. В Иванов день провожают осень и встречают зиму. Если перелетные птицы летят высоко, то снега будет много, а облачная погода ночью предвещает отсутствие осадков днем. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о «Погоде на завтра». 1 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Днем минус 2, ночью минус 4 градуса. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Удачного вам вторника! Таким был этот понедельник, 31 октября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи!